Щелково Аграхим – один из крупнейших производителей средств химической защиты растений. Предприятие, чья продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Держать высокую планку позволяет слаженная работа профессионального коллектива. С сотрудниками предприятия встретился Алексей Валов. Глава района поблагодарил их за самоотверженный труд и ответил на ряд вопросов. Пожалуйста, почувствуйте дорогу. Дорогу, дорогу. Айдем завод. Тут нормально. Еще позабо. И тротуары нормальные будут. Я уже пошел на то, чтобы четверг объявить субботником для администрации. Мы все выходим с лопатами чистить дворы, потому что не справляется управляющая компания с работой. Однако защита агрокультур – не единственное направление работы завода. Так, уже несколько лет на предприятии функционирует фармацевтический завод, где производят специальные субстанции для создания лекарств. Это цех, в котором действительно всегда делались такие тонкие вещи, которые шли или как полупродукты в фармацевтику, или как полупродукты в химию для защиты растений. На создание такого завода были направлены немалые средства – более 100 миллионов рублей. Установка полностью автоматизированная. Сегодня здесь производят эпидокрин. Один килограмм вещества стоит 3,5 тысячи долларов. Оно применяется для создания лекарств от болезни Альцгеймера. Только в год на этом заводе производят субстанции для создания порядка 400 тысяч лечебных курсов. Практику, которую здесь нарабатывают, руководство Щелково-Аграхима планирует развивать и дальше. Мы в течение ближайших, может быть, года-двух отработаем технологии новых этих продуктов. Мы их разместим на будущем фармацевтический заводе, который мы планируем все-таки в Щелковском районе построить, для того, чтобы продолжить Щелковскую традицию как города с химическим уклоном, с химическим направлением. Впечатлило, во всяком случае, и люди такие, видны, коллективные. Видно, что они друг друга слушают и слышат. Мы надеемся, что предприятие будет развиваться так же динамично и будет вносить в Лепту Щелковского района ту копеечку и в бюджет, в том числе, и в бюджет региона, и в бюджет страны. Спасибо им за их труд. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелкова.